У меня как-то было так, что моя машина стояла под балконом. У нас есть там, где я живу, в моем районе, есть женщина, которая сидит и продает семечки. Она такая, знаете, шумная, конфликтная. То есть такая женщина все время продает семечки, все время грызет семечки. То есть ее бизнес — это семечки. И вот у нее есть дочка. Она тогда еще не ходила в школу, где-то лет шесть. Дочка такая все время черная, на цыганку похожа, хотя женщина узбечка. И такая дочка, знаете, неухоженная, такая хулиганистая, бунтарька такая. И получается, ее дочка, получается, все время рядом с мамой. Где мама семечками торгует, там рядом все время гуляет дочка. Дочка невоспитанная такая, скажем, да, если с земным языком. И когда эта дочка в наш двор заходит, а семечки эта женщина продает прямо рядом, и в наш двор заходит, а во дворе дети все ухоженные, все такие красивые, аккуратные. У них причесочки девочки такие красивые, припевочки. Мальчики такие аккуратные. То есть, ну, такой район. И когда ее дочка такая грязная, черная заходит в наш двор, дети начинают ее дразнить. И дети не любят ее. Дети ее все время там кидают камнями. Конечно, эта девочка тоже не подарок. Она также кидается камнями, она ругается, дерется. И родители спускаются, и чуть ли не избивают ее, чуть ли не. То есть, никто не поднимает руку, но прям до этого доходит. Все время ругаются, все время разбираются. И идут к ее матери, все родители. И там разбираются, сделай своей дочкой что-нибудь. Твоя дочка надоела, еще раз такое, я в суд подам, там что-то такое. А там девочки такие маленькие, вот, вот тебе, вот тебе, понимаете, да? Я это все смотрела сверху и все время думала, какие мои мысли это отражает, какие мои чувства это, почему это все происходит. В один прекрасный день сижу и бах, слышу, стекло разбилось. Смотрю сверху с балкона стекло моей машины. Передняя часть, лобовая она считается, да? Не знаю, как она называется. Но это перед водителя, да, вот это большое, главное стекло разбито. И внутри салона кирпич лежит. Да, это я сверху все вижу. Думаю, охренеть. И все дети на меня смотрят на балкон и говорят, вот она сделала, вот она. Вот эта девочка, которая черная, некультурная, которая дочка той женщины, которая семечками торгует. И она на меня смотрит и не знает, что сказать, и убежала. Я спустилась, смотрю, машина капец. Хорошо, кирпич попал только в стекло, да? То есть стекло полностью разбито. И все спустились. И они на меня говорят, иди разбирайся, иди в суд подавай. Это дело так нельзя оставить. Она знаешь уже, скольким развило окошко? То есть сколько машин разбило стекло? А знаешь уже, она нам надоела, иди разбирайся. Все так нельзя оставить. Все такое. И я, конечно, вошла в эту энергию и иду. Хорошо, что пока я дошла до этой женщины, я вспомнила, что эта ситуация давно была и давно это длилось. То есть мои мысли, какие-то мои мысли отражают, и я сейчас вошла в матрицу. И я хотела действительно наказать. Я когда подошла, мне ее мама начала там орать, да я не буду платить. То-то все так. Никогда, да что хочешь, то и делай. Хоть в суд подавай, хоть посади меня. И я смотрю на нее, и я вижу у этой женщины, которая продает семечками, которая сейчас конфликтует со мной, я увидела ребенка, которому не дали любовь, которая не знает, что такое любовь. И я сказала, нет, не надо, не надо оплачивать. И она так удивилась, вот что это вдруг, не надо оплачивать. Я посмотрела на ее дочку, она на меня смотрит. Я говорю, ты можешь быть в следующий раз поаккуратнее? Я тебя очень люблю. Я вот так погладила ее, она расплакалась. Она подумала, что сейчас она получит. И она не ожидала этого, она расплакалась. И начала говорить, простите меня, простите меня. То есть я говорю, а ты можешь поаккуратнее быть? Ты можешь больше не кидаться ко мне? Простите, простите. А такая хулиганистая, да? И с тех пор, когда она видит меня, она здоровается. Когда машина стоит, она рядом не играется. И когда кто-то хочет кинуть, она защищает эту машину мою. Знаете, вот это моя любовь, вот это то, что я не вошла в матрицу, дала ей эту любовь, и я не потребовала деньги. Я сказала, нет, ничего не нужно. И я этой женщине сказала, вы просто дочку поддерживаете часто, дайте ей это чаще любви. И знаете, с тех пор эта девочка со мной вот так здоровается, то есть все время мне машет ручками. Настолько это важно. Настолько ваша любовь возвращается любовью. Зато теперь от моей любви она всегда защищает мою машину.